Сотни портретов на улицах города, песни военных лет, честование ветеранов и нескончаемый поток благодарности в адрес героев-победителей. Так Ненинский округ отметил 72-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Традиционное празднование развернулось на главной площади Маратси, где прошел парад и праздничный концерт. Главными героями праздника стали участники боевых действий, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, дети войны и все, кто причастен к Великой Победе. Это же вечная память. Это самый великий праздник в России. Почему ты так думаешь? Потому что в это время солдаты победили. И им восславляют победы. И очень много в эту Великую Отечественную войну погибло людей. Народный, любимый и самый долгожданный. 9 мая традиционно собирает тысячи горожан, которые приходят почтить память погибших и еще раз поблагодарить героев Великой Отечественной. Кто-то сказал, что если вы забудете ту войну, можно ожидать уже следующую. Так что я считаю, нужно обязательно помнить. И тех людей, которые свои жизни положили ради того, чтобы жили в следующее поколение. Среди участников праздника много молодежи и детей. Рассказывать героические истории молодому поколению необходимо. И еще лучше – устами самих героев. Как говорит Прокопий Торопов, участник боевых действий в Прибалтике, в 91 год уже многое забывается. В памяти остаются только самые переломные моменты. Так все падают, падают, а там, ну, команда, вперед, 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 вперед. Но потом хорошо я оказался, что быстро санитары меня подобрали. Трясут, ты жил, ты жил, все машины спасает, тут уже в России. Ветераны – главные герои праздника. Им все слова благодарности и наилучшие пожелания. Несмотря на почтенный возраст, они бодры духом и готовы общаться с молодым поколением. Пусть знание победы будет одно на многие века. А еще они шагают в составе парада. Приветствуют их неизменно стоя. Возложением венков митинг не заканчивается. Ветераны идут на праздничный вечер, горожане знакомятся с историей военных лет. Вот такой кирпичик хлеба весом в 125 граммов стал настоящим символом стойкости и мужества жителей Ленинграда. Сегодня хлеб так и называют блокадным, ведь его рецептура была разработана в ноябре 1941 года, когда город на Неве был осажден фашистами. В начале блокады основой хлеба была ржаная мука, но несколько раз рецептуру приходилось менять. Не хватало сырья. Вход шли – целлюлоза, жмых, мучная пыль и даже хвоя. Было максимально увеличить количество хлеба, поэтому там добавлялись и мука, и составляющие этого муки. Поэтому для того, чтобы придать объём и большее количество этого, он разительно отличался от традиционного рецептов хлеба. 150 буханок, испечённых в рамках акции «Блокадный хлеб», конечно, не имеют того специфического вкуса, но интерес горожан вызывают. Слышала, какого он размера был раньше, сколько выдавали всего. Вот это слышала, да. Вот девочка сейчас в первом классе у меня заканчивает, тоже вот интересно ей. Вот подошли, взяли. Ещё один гастрономический рецепт военного времени рассказали сотрудники военной части. Они угощали горожан полевой кашей. Рецепт почти оригинальный – гречка с тушёным мясом, только порции в разы больше. Валентина Чебичик, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Север. Рецепт.